Сенат одобрил законопроект по пресечению ложных товарных знаков на территории СНГ. Это поможет странам обмениваться необходимой информацией и взаимодействовать с госорганами, чтобы не допустить возможный экспорт и импорт контрафакта через государственные границы этих стран, а также выявлять деятельность подпольных цехов. По данным Министерства юстиции Казахстана, только в прошлом году налоговики приостановили выпуск поддельных товаров почти на 13 миллионов долларов. Суд конфисковал у злоумышленников больше 20 тысяч единиц продукции и оштрафовал их почти на миллион тенге. Одобренный закон создает правовую основу, необходимую для предупреждения и пресечения использования поддельных товарных знаков и географических указателей в рамках СНГ. Для этого документом определяются совместные мероприятия и правовые механизмы. Уверен, соглашение внесет свой вклад в наращивание потенциала сотрудничества в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность в государствах-участниках. В Нижегородской области работает полностью роботизированная молочная ферма. Коров кормят, доят и убирают за ними в автоматическом режиме круглосуточно. Благодаря работам не только увеличилось производство молока, но и улучшилось его качество. За все отвечает компьютер. Человек лишь контролирует процесс. Робот запоминает каждую корову. Механизм подстраивается индивидуально под буренку. Благодаря автоматизации процесса надои увеличиваются. Качество молока стало еще выше. Контролируют его роботы на всех этапах. Они же следят за здоровьем буренок. Круглосуточный чекап обязательно. Избежать двойных трактовок, решить спорные моменты и найти точки соприкосновения. В стране продолжается глобальное обсуждение законопроекта о предпринимательской деятельности. В парламенте руководители министерств и ведомств, представители предприятий и бизнес-сообществ со всех регионов. Результаты обсуждения внесут в текст законопроекта. Новый документ затрагивает интересы более 400 тысяч организаций. Основной посыл создать чтение и понятные условия ведения дел. Обеспечить справедливую конкуренцию между субъектами малого и среднего бизнеса. Сегодня предприниматели получают детали перевода ИП в юридическое лицо, вопросы налогообложения. За время обсуждения законопроекта к парламентариям поступило более 150 предложений. Их аккумулируют и дорабатывают в рабочих группах. Депутаты уже приняли законопроект в первом чтении. Сейчас идет подготовка ко второму. Окончательный вариант документа будет одобрен до конца месяца с учетом всех предложений. Сейчас ознакомиться с ним можно на правовом форуме. Разбираемся, выясняем, обсуждаем с Национальным банком, как это все будет переводиться. То есть счет банковский, который у индивидуального предпринимателя, он будет закрываться, затем закрываться новый счет. Каким образом будет осуществляться перевод денежных средств, которые находятся на счету у индивидуального предпринимателя. Потому что новый счет уже будет и сможет, когда он уже им пользоваться. Затем вопрос все-таки и с Министерством юстиции, каким образом будет перерегистрация. Вторая экономика мира столкнулась с серьезными проблемами. Вопреки ожиданиям Китая обвалил экспорт. Показатели продаж за рубеж упали впервые с февраля этого года, прервав стабильный двухмесячный рост. В мае объем экспорта Китая просел сразу на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на китайскую продукцию ослабили инфляция, ухудшение отношений с США. Это, в свою очередь, сказалось отрицательно на производственной активности в стране. Это вынудило компании обратиться к крупнейшим банкам страны с просьбой снизить ставки по депозитам, чтобы поддержать экономику. Цифровая экономика Китая превысила 7 триллионов долларов. Поэтому показателю страна занимает второе место в мире. К концу текущего года число высокотехнологичных компаний в Китае должно превысить 80 тысяч. Это стало возможным благодаря широкому внедрению технологий 5G. Она дала толчок развитию в различных сферах интернета вещей. Это концепция передачи данных не только между людьми, но и различным оборудованием от бытовой техники до станков. В прошлом году доля цифровой экономики ВВП Китая превысила 40%. При этом коммерческое применение технологий 5G власти одобрили еще в 2019 году. На сегодняшний день данный вид связи внедрили уже в две трети основных секторов экономики. Теперь же в этот процесс планируют включить больше представителей малого и среднего бизнеса. Если технология 3G принесла нам Apple, 4G – приложение для вызова такси с заказ на дом, еды и других товаров, то 5G дала предприятия-гиганты. Связь пятого поколения имеет несколько применений. Одним из важных стал большой объем интернета вещей. Это представило большие возможности для соединения промышленности и цифровизации всей индустрии интернета вещей. Поэтому 5G положительно сказывается на нашей жизни, производстве, всех сферах развития государства. Оцифрованное производство помогает заводам повысить их производительность, снизить расходы на человеческий труд и повысить качество, то есть повышается эффективность всего предприятия. К примеру, на этом заводе производительность повысилась на 128%. Это в том числе помогает снизить выбросы в атмосферу.